Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Лечение будет долгим. Эксклюзивное интервью мамы девочки, пострадавшие на батуте. В избежание транспортного коллапса выпускники «Политеха» предлагают свои варианты движения после закрытия моста на новом рынке. Соблюдать меры безопасности и вакцинироваться к жителям обратился глава Барнаула. Итак, мэр Барнаула Вячеслав Франк призвал жителей города вакцинироваться от COVID-19 и следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Обращение Франка появилось на официальном сайте администрации. Глава города предупредил о том, что сейчас мы входим в третью волну коронавируса. С каждым днем растет число новых случаев заражения. За прошедшие сутки выявлено 130 заболевших. Для сравнения, в прошлый четверг было зафиксировано 76 случаев. В своем обращении Франк попросил работодателей обеспечить эпид-безопасность на рабочих местах, а также подумать над поощрением сотрудников, которые прошли вакцинацию. Между тем, Роспотребнадзор совместно с полицией возобновили рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Напомним, что последние проверки проходили прошлой осенью во время второй волны пандемии. Просьба в общественном транспорте одевать маски. В ходе рейда специалисты Роспотребнадзора совместно со служителями порядка напомнили водителям и кондукторам о запрете на обслуживание пассажиров без масок. Как нам сказали сегодня, рейды теперь вновь будут регулярными, пока ситуация в регионе не стабилизируется. При выявлении нарушений управление подготавливает в адрес автоперевозчиков письма с требованием проведения противоэпидемических мероприятий и устранению нарушений. Пока рейды носят профилактический характер, однако, если перевозчик нарушит правила, то его ожидает крупный штраф от 15 до 50 тысяч рублей. К другой теме, по-прежнему интересующей многих. Пострадавшие на батуте девочки, которая пока остается в больнице, уже лучше. По словам мамы, пару дней назад ребенок начал держать в руках игрушку, но спустя почти месяц после ЧП моторика работает слабо. О выписке речи пока не идет. Врачи настраивают семью, что лечение и реабилитация будут долгими, поэтому родители пока не приняли решение, брать ли компенсацию от владельцев аттракциона. Передаю слово Анастасии Дороган. Терапия будет долгая, пожалуй, единственное, что говорят врачи родителям девочки, пострадавшей на батуте. Спустя почти месяц она все еще в больнице. У ребенка было сломано бедро. Девочку прооперировали, поставили пластину, и через пару месяцев ее прооперируют, чтобы пластину убрать. Долгое время ребенок не слышал, у нее был разрыв барабанных перепонок, и то, что она узнала маму и папу, врачи поняли по учащенному сердцебиению. Сейчас, к счастью, слух возвращается. Но самая тяжелая травма в другом. Она ртом шевелит, губками, но звука у нее нет. Единственный у нее звук – это хныканье выходит. Вот такое вот. То есть это физиологическая причина, а не психологическая? Мы не знаем. Потому что основание черепа тоже треснуло, кость основания черепа. А именно в этой части мозга отвечают рецепторы за речь. Напомним, ЧП произошло 30 мая. Батут просто взмыл воздух вместе с детьми. Для двух девочек все завершилось трагически. Они выпали из аттракциона с высоты нескольких метров на трамвайные пути. Среди них и дочь Марины. Помнит ли ребенок тот страшный момент, никто не знает, ведь она не может говорить. А родители, чтобы не травмировать ее, не употребляют слов «батут» и «прыгать». При этом мама девочки подчеркивает, что ее ребенок точно знал, что и как нужно делать на таком аттракционе. Мы дома проговариваем постоянно вот эти правила, что Вика, там нельзя проносить предметы, нужно обязательно разуваться, что нужно быть аккуратной. Я всегда говорю, если взрослые детки там прыгают и катаются, не подходи к ним, просто в другом уголочке где-то играя. То есть у меня ребенок настолько знает батуты, мы очень часто ходили, то есть два-три раза в месяц мы стабильно ходили летом. Даже может быть даже чаще. И я говорю, и вот вспоминая тот день, ну просто вот каждую минуту прокручиваешь в голове, ну не было такого, чтобы я что-то заметила и махнула рукой и отдала ребенка. Я была в полной уверенности, что все в порядке, все в безопасности. У меня даже не было мысли там посмотреть эти крепления или посмотреть, я не знаю, вообще про что-то проверить. В моем понимании, если человек занимается таким бизнесом, то какая-то, не знаю, совесть, наверное, может быть, должна быть и ответственность о том, что, ну это не для взрослых бизнеса, это все-таки для детей. Сейчас все еще проходят проверки по факту ЧП, но суд в любом случае назначат после выписки ребенка из больницы. Не так давно стало известно, что владельцы батута предложили выплатить семьям пострадавших компенсацию общей суммой в 2 миллиона рублей. Так как у нас травмы более серьезные, сказали Вике, компенсация будет чуть больше, чем у второй девочки. Вот, но это будет первое, это единоразовая выплата, и мы подписываем соглашение, что мы больше не имеем претензий, не имеем права просить денег. Мы сразу сказали, что мы подумаем, мы не готовы соглашаться на такие условия просто потому, что мы не можем оценить сейчас, какая будет, я говорю, какое будет лечение, какая будет реабилитация. Сколько девочка пробудет на лечении, неизвестно. Оплачивают его по квоте, а вот реабилитация, если ребенку не поставят инвалидность, ляжет на родителей и продлится она несколько лет. Бассейн, массаж и прочее. Выдерживать все это сложно и ребенку, и родителям. У меня пропало молоко для грудного ребенка, у меня постоянная бессонница, то есть даже если я дома с маленькой, она спит, я не могу уснуть. То же самое мужу Вики, я его спрашиваю, там, пишу ночью в 2-3 часа ночи спите, он, Вика спит, я не сплю. Мы решили тоже вот сейчас обращаться к врачам, чтобы нам как-то тоже помогли, потому что если мы свалимся, детям никто не поможет. Чтобы вы понимали ситуацию, Марина официально в декрете, а ее супруг ушел с работы, чтобы ухаживать за дочерью в больнице. Им помогают родственники и неравнодушные горожане, которые увидели телефон мамы в соцсетях. Все эти деньги семья не тратит, а откладывает на реабилитацию. Марина очень скромный человек, и она нас ни о чем не просила. Но если вы можете помочь им в такой непростой ситуации, переведите любую сумму на счет, привязанный к этому телефону, это номер женщины. А мы лишь добавим, что следствие по делу с батутом все еще продолжается. Как и проверка батутов региона, скоро результаты будут озвучены. Напомню, в начале недели с Центра охраны материнства и детства выписали вторую прострадавшую. Кстати, в регион поступило почти 4 миллиарда рублей для строительства нового хирургического корпуса для этого центра. Новый объект будет восьмиэтажным. В нем планируют разместить несколько отделений – онкологическое, травматологическое, хирургическое и нейрохирургическое. Причем помощь по последнему профилю в Центре охраны материнства и детства появится впервые. Сейчас за ней ездят в Новосибирск. Вместимость нового корпуса – 165 коек. Возведение корпуса должно начаться в следующем году. Сдать его планируют в 2024. Кровые власти также вложатся в объект. К почти 4 миллиардам они добавят 225 миллионов рублей. По итогу город получит не только само здание, но и высокотехнологическое медоборудование. Студенты Политеха предложили свои варианты движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка. Закрыть объект на ремонт должны в следующем году. Уже сейчас понятно, реконструкция неизбежно приведет к заторам, трудностям передвижения. Как их можно минимизировать, узнавала Ирина Корчагина. Известная бутылочная горлышко на новом рынке. В час пик здесь и так непростая ситуация, а совсем скоро она и вовсе может обернуться транспортной катастрофой. После закрытия моста на ремонт. О глобальной реконструкции говорили уже давно. Путепроводу почти 70 лет. Состояние аварийное. На ремонт понадобится около полутора миллиарда рублей и много терпения на два с половиной года. У нас есть три путепровода через железную дорогу. Это проспект Калинина, проспект Ленина и Павловский тракт. Значит, из трех один закроется, останется два. Нагрузка на эти трассы очень и очень сильно возрастет. Поэтому к этому нужно готовиться, к этому нужно вкладывать какие-то средства. По просьбе Минтранса студенты политех разработали схемы движения во время ремонта. Это их дипломные работы. Софья Васильева предлагает ввести отдельную полосу для общественного транспорта на проспекте Калинина. Планируется, что полоса будет начинаться от улицы Аносова до Кулагина, а также по четной стороне Калинина, от октября до улицы Сизова. Автобусы большой вместимости будут направлены по проспекту Калинина. Ясно, что многим пассажирам придется делать пересадки, а кому-то отказаться от личного транспорта. До людей рано или поздно дойдет то, что на общественном транспорте будет двигаться намного быстрее, чем на индивидуальном. То есть, либо они простоят в заторе 3-4 часа, либо на общественном транспорте доберутся за 40 минут. Маршрутные транспортные средства, которые двигались по улице Северо-Западной, проспекту Ленина и улице Матросово, будут сконцентрированы на улице Аносова. По улице Аносова движение будет разрешено только для них. Далее по проспекту Калинина направлены до площади Октября. Также маршрутные транспортные средства, у которых конечная остановка Площадь Победы, будут направлены через улицу Пионеров, далее на улицу Новоугольную и на улицу Привокзалина. Также предлагается запустить один автобусный маршрут, например, 24-й, который будет направлен также через улицу Пионеров и далее по проспекту Ленина. Трудности возникнут и с электротранспортом. Как подсчитали студенты, каждый день трамваями и троллейбусами пользуются 70 тысяч барнаульцев. Из них 47% ежедневно проезжает мимо нового рынка. Трамвайные будут перенесены на улицу Челюскинцев, до проспекта Красноармейского с пересечением улицы Анатолия и Советской Армии. А троллейбусные будут сокращены до как раз перекрываемого путепровода на проспекте Ленина с возможностью разворота по контактной сети и движения в противоположном направлении по маршруту. Пока это всего лишь предложение, которое Минтран сможет взять на вооружение, скорректировав проект. Планируется, что работы начнутся уже в следующем году. По идее, после ремонта пропускная способность на участке должна вырасти на 30%. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Наш коллега, бийский корреспондент Евгений Плохотин, стал финалистом всероссийского конкурса социальной журналистики «Героя пера». Накануне в Москве вручали награды лучшим российским корреспондентам. Евгений вошел в число финалистов. Главная награда, к сожалению, ушла в другой регион. Но Евгений не расстроился. Уверен, победа еще обязательно будет. На всероссийский конкурс мы направили материал о том, как бизнес сообщества «Наукограда» помогает врачам бороться с пандемией. И очень приятно, что сюжет бийского телевидения оценили на столь высоком уровне. И вот сегодня я здесь, в Москве, Накануне получил награду. Конечно, не победитель, но все же финалист. Это очень круто. Это дает стимул к дальнейшему росту. Материал, так высоко отмеченный на федеральном уровне, был сделан в ноябре 2020 года. Тогда в нашем регионе бушевала вторая волна коронавируса. Побороть ее старались не только врачи. Так, в Бийске медикам помогали больше 60 предпринимателей. Поставляли для медработников витаминизированные наборы и недорогое оборудование. Социальную ответственность бизнеса оценили не только в «Наукограде», но и в Москве. Как сказал сам Евгений, главная мысль конкурса – человек должен оставаться человеком, несмотря ни на что. Добавим, что в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 800. И то, что алтайский журналист вошел в пятерку сильнейших – очень приятно. Ну а эта история не самая приятная. Что бывает, если житель частного дома признает себя единоличным хозяином, когда в доме юридически их четыре? Бывают не только испорченные нервы, но и разрушенный фундамент, несущие стены, промерзание полов. С проблемой к нам обратилась жительница Барнаула. Выход из ситуации вместе с юристом искали наши корреспонденты. Он все это делал без вашего рода? Без вообще, ни с нашими разрешениями, ни с кем он не согласовал. И вот эти ключи – это и есть элементы фундамента? Вот, это все, да, это все фундамент. Ирина рассказывает про своего соседа. Живет в доме на четырех хозяев и лишен, по словам Ирины, относится ко всему зданию слишком уж по-хозяйски. Здесь строительный мусор, все захламлено. Вот, получается, ну вот эти вот доски. Тут вот тоже соседи жалуются, хоть, ну, как бы немножко он сдвинул. Он не согласовал ни с архитектурной, ни с чем. Он сделал самостоятельно окно, снял какую-то несущую там стену. И все это не согласовано. Он сделал много, но ничто не довел до конца. И вот уже два года сосед не живет в своей части, что в цоколе дома, не топит. От того в комнатах, где живет Ирина с детьми, промерзает пол, проступает плесень. С самим Евгением мы поговорить так и не смогли. Телефон недоступен, зато доступен для суда. Так говорит юрист в сфере ЖКХ. Однозначно, если у них есть некие элементы общего имущества, как то, например, стены между ними, может быть, какие-то места общего пользования и так далее, то в этой ситуации и они затрагиваются, тем более такой реконструкции зачастую. То в такой ситуации обязательно необходимо получать согласие, так сказать, смежных собственников. Это один момент. Второй момент. Никакая реконструкция не может быть произведена самовольно. В любом случае для этого необходимо получить разрешение соответствующего органа. Разрешение администрации района или городского архитектурного комитета. Плюс за подобным следит госинспекция. А вот в случае с отоплением нужно документально зафиксировать нарушение температурного режима. В помощь Роспотребнадзора и та же госинспекция. Если не этот сюжет, не госструктуры, не убедят соседа привести все в порядок, убедить может суд. Анастасия Драган, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Уже завтра большая часть выпускников региона получат аттестаты о среднем образовании. А сегодня они издавали последний единый госэкзамен информатику. В этом году в новом формате. Чем он отличается от предыдущего и каковы общие предварительные итоги ЕГЭ? Расскажем далее. Ежегодная эстафета госэкзаменов в школах подходит к концу. Последним, который предстояло сдать выпускникам, стала информатика. В этом году дисциплину впервые принимают не как привыкли, отвечая на тестовые задания на бумаге, а при помощи компьютеров. Те изменения, которые произошли, они во благо. И при всем при этом они вызывают определенное волнение у выпускников, потому что экзамен связан с технической составляющей. Но беспокоиться им не стоит, потому что все непредвиденные ситуации внештатные у нас продуманы. Обычно ЕГЭ – это стресс, но оказалось, что далеко не для всех. Так, например, Дарья Калашникова, выпускница гимназии номер 42, планирует поступить в ВУЗ на программиста и уже работает по профессии. Для нее переход на новый формат только облегчает задачу. Ну, я пишу сервера, в основном опишки для приложений. Но сейчас у меня пауза, потому что я ЕГЭ сдаю. Надо было подготовиться и к русскому, и к математике. А так вот так вот примерно сайты небольшие. Дарья надеется, что и удастся получить за работу ни много ни мало 100 баллов. Кстати, до сегодняшнего дня высшим результатом в Алтайском крае могут похвастаться только 44 человека. Тем не менее, мы все равно гордимся своими стубальниками, и мы говорим о том, что у нас в этом году вообще много высокобальных работ, которые идут от 90 до 99. Говорим о том, что в этом году мы улучшили свои результаты по литературе. Среди других предметов, которые подтянули алтайские школьники – профильная математика, химия и история. А вот количество тех, кто не справился с заданиями ЕГЭ и написал их на неудовлетворительно, нам сегодня не озвучили. Но такие тоже есть, и пересдать экзамен у них нынче не получится. Уже завтра в большинстве школ региона пройдет вручение аттестатов, а от выпускных вечеров, правда, это лишь по официальным данным, не будет. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. 30 миллионов рублей из краевого бюджета выделили на ремонт фасада Алтайского музыкального театра. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края. Сейчас здания только готовят к ремонту, вокруг уже появился забор и строительные леса. Сообщается, что к сентябрю здание поменяет цвет с кирпично-красного на серо-коричневый. Также музтеатр получит эффектную подсветку, а территорию вокруг благоустроят, высадят деревья и сделают прогулочную зону. Вагоновожатая Барнаульского трамвая сначала стала одной из лучших в своей профессии в крае, а недавно вошла в десятку самых подготовленных водителей страны. Смогла даже не уронить бабушку. Таким был один из конкурсов. Артем Бусельников с подробностями. Олеся Шахворостова управляет трамваем почти два года, но с транспортом связана практически всю жизнь. Много лет женщина работала кондуктором автобуса, а теперь гордо называет себя вагоновожатой. В сентябре прошлого года заняла второе место в рейтинге водителей края, а недавно вошла в десятку лучших по всей стране. Каждое упражнение выполняешь, там определенные баллы за каждый. Допустим, если это была теория, в билете пять вопросов за каждый вопрос баллы начисляются, если хорошо ответил. В ПДД также 20 вопросов за каждый вопрос свои баллы. Но проверяли на соревнованиях не только теоретические знания. Так, например, в ходе краевого конкурса Олеся поставила личный рекорд. Проехала по маршруту со стаканом воды в салоне, не пролив из него ни капли. Пассажиры, многие из которых ежедневно ездят в трамвае, также довольны качеством вождения. Всероссийский этап конкурса, где Олеся заняла шестое место, проходил в Волгограде. И там, вспоминает женщины, испытания были еще интереснее. В Волгограде как раз и было комфортное вождение, где нужно не уронить бабушку. Ее смастерили там местные умельцы, в шутку назвали Марфа Васильевна. И вот ее ставят в середине вагона, на нее основание, соответственно, утяжеленное, чтобы она шибко-то не болталась. И вот едешь аккуратненько. Но аккуратно Олеся старается водить не только на испытаниях. С каждым днем она совершенствует навыки вагоновожата и уже в следующем году планирует не просто занять призовое место, но и победить сначала на краевом конкурсе, а потом еще раз сразиться за звание лучших из лучших на российском. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции. Я его напомню. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Для нас это очень важно. Ну а через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире.